Как только прибыл посланник Аллаха в Медину, его встретили мусульмане в местности Куба. Там находился колодец под названием Куба, и все хотели, чтобы посланник Аллаха остановился у него. Естественно, но посланник Аллаха сказал, мое место там, где сядет мой верблюд. И верблюдо сел возле колодца Куба. Посланник Аллаха первым делом, с которого он начал свое прибытие в Медину, было возложение первого камня под строительство этой мечети. Это первая мечеть ислама. Посланник Аллаха положил на живот один камень и возложил на основу этой мечети. За ним последовал Абу Бакр, потом Умар, потом весь народ начал таскать камни, и была построена эта мечеть. Посланник Аллаха после утренней молитвы пешком отправлялся в эту мечеть, и там совершал молитву духа. И эта дорога, она известна среди жителей Медины как Дарбус Сунна. То есть его назвали Дорогой Сунны, правда, посланник Аллах. И здесь очень благоустроенный бульвар, по которому можно после утреннего намаза из главной заповедной мечети, мечети Харам, из Медины отправиться пешком, для того, чтобы последовать, пройтись по стопам нашего пророка, салли Аллаху алейкум саллим. К сожалению, я об этом не знал до этого, благодаря нашему местному другу, я узнал сегодня об этой дороге, и мы туда сегодня направляемся. Три с половиной километра от большой мечети до мечети Харам, рано утром, очень приятно пройтись по этому бульвару. А вон та мечеть, и прямо с начала бульвара видна уже мечеть Хоба. Всем, кто прибывает в Медину, советую в субботу отправиться, если будет такая возможность, пешком отправиться в мечеть Хоба из Масчета Харам. Продолжение следует...